Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 2 февраля и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в рамках часового таймфрейма мы видим продолжение роста. Следующая цель, следующая область сопротивления находится на максимальных значениях, которые мы видели 25 января. Это область 1.25-1.27. Преодоление данного уровня уже даст нам предпосылки для дальнейшего роста пары евро-доллар уже на отметке 1.26 и 1.27. В том случае, если евро-доллар не сможет удержаться выше данного уровня и мы увидим обновление минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.23.85, то развитие нисходящего сценария по данной паре будет более вероятно. Пара британский фунт и американский доллар также на текущий момент находятся пока в нисходящем тренде в рамках четырехчасового таймфрейма. Ну и мы подошли точно так же к максимальным значениям 26 января. Следующий уровень, который является сопротивлением для данной пары. Если британский фунт сможет закрепиться выше данного уровня, то далее уже вероятно движение на 1.43.41 и далее на 1.44.40. Продажи по данной паре будут актуальны в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.4158. Пара американский доллар и канадский доллар находятся в нисходящем тренде. Следующие цели по движению это движение в область 1.22.47 и далее на 1.21.17. И в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений вчерашнего дня в области 1.23.31, то развитие восходящего сценария будет предпочтительней. Пара американский доллар и японская иена находятся в восходящем тренде. Следующие цели по движению это область 1.109.87 и далее уже движение на 1.110. Возврат к продажам по данной паре будем рассматривать в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которое мы видели вчера на отметке 1.109.08. Австралийский доллар находится в нисходящем движении. Следующие цели это снижение в область 79.36 и далее уже на 78. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 80.66. Евро фунт сегодня с утра торгуется вблизи максимальных значений вчерашнего дня. Если удастся данной паре закрепиться выше данного уровня, то уже отмена нисходящего сценария по часовому таймфрейму произойдет. И далее уже будет рассматриваться рост с целями движения на 88.20 и далее на 89.30. По золоту мы видим, что вчера произошло закрепление выше максимальных значений, которое мы видели 31 января, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста с целями движения на уже отметку 1366 и далее на 1373. Возврат к продажам по золоту будет рассматриваться в том случае, если мы увидим уход ниже области поддержки на отметке 1337. Нефть марки Brent возобновила свой рост. Следующие цели по восходящему движению это область 70.84 и далее на 71.38. Возврат к продажам, а значит продолжение коррекционного нисходящего движения будет в приоритете в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений вчерашнего дня, которые были отмечены в области 69.28. По индексу DAX тенденция нисходящая коррекционная сохраняется. Следующие цели по данному снижению это область 12740. Рассматривать покупки, а значит и продолжение движения в сторону основного тренда мы будем в том случае, если увидим закрепление выше максимальных значений вчерашнего дня на отметке 13300. По биткоину мы видим, что коррекция продолжается. Сегодня торгуемся уже на 8300 долларов за один биткоин и тенденция движется уже в области 7500. Коррекция сохраняется. Завершение данного коррекционного снижения будет актуально в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений вчерашнего дня на отметке 10100. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что сегодня выйдут данные по количеству нисходных рабочих мест не сельского хозяйства, non-farm payrolls. То событие, которое мы также будем комментировать онлайн на нашем YouTube-канале. Поэтому не забывайте на него подписаться, ставить лайк к видео, которое вам нравится и писать ваши вопросы. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. Хороших выходных и до свидания.